А видел, как я технично помог тебе не уносить эту железяку тяжелую, я унесу тебе. Сейчас у меня блины еще полуносить немножко. Блины-то что после той железяки? На завтрак. Смотри, сейчас у тебя уже и блиновки это весится с тобой технично. Хочешь, твою форму унесут, погрузят тесто? Сейчас мне надо в раздевалку спокойно зайти, чтобы никто ничего не говорил. Привет, ну вы видите, какая польза от интервью. Пока мы говорили с Кириллом Свящевым, в раздевалку унесли несколько тяжелых вещей. А вы говорите, от прессы пользы нет. И снова тренерская отставка в МХЛ. Такие события, конечно, попадают в наш еженедельный рейтинг. На пятом месте взлет Академии Sky New York. Теперь это команда, которая лично я предвлекал скромную борьбу за место в серединке дивизиона уже в зоне плей-ин. На прошлой неделе команда одержала три победы подряд. И даже непонятно, какой матч выделить. Потому что все три победы команда Германа Читова одержала над представителями золотого дивизиона. И нет ничего страшного в том, что в двух случаях это случилось вне пределов основного времени. Капитаны и Академия Михайлова сдались только в серии буллитов. Но это же два очка. И если ступенцы в перестройке и после ухода ряда возрастных игроков сами переживают трудное время, то о тульском клубе такого сказать нельзя. Там-то готовились к тому, чтобы бороться за место в плей-офф. А когда что-то стало не получаться, то сменили главного тренера. Но юниоры сумели справиться и с насыщенной обороной, забросив четыре шайбы в основное время. И особняком стоит воскресная игра против питерского Динамо. Казалось, что гости пришли в себя после неудачного старта. Здорово пролили дальневосточный выезд. Но приехав в Красногорск, они рухнули под напором молодых ребят. И пусть нанесли 52 броска. Проиграли 3-7. Кстати, первую шайбу хозяева забросили уже на 10-й секунде. Да и вообще, у Виктора Андрейченко хитрик. На четвертом месте игра между Реактором и Стальными Лисами. Точнее, развязка этой крутой встречи. Нижнеканцы в этом сезоне совершенно безбашенные. Вспомните хотя бы их двойное противостояние в Ярославле в начале ноября. Они сначала были разгромлены 1-7. А на следующий день обыграли Ловко 76-6-3. Так вот, с Стальными Лисами команда Игоря Федорова показала крутой атакующий хоккей. Но невероятный эпизод случился за 2 минуты до конца. Гости сняли вратаря, но хозяева перехватили шайбу и побежали ставить точку в матче. Однако Никита Харужев не попал по пустым воротам. Просто не попал. И не важно, что ему мешали. В конце концов, надо было сделать лишь одно движение. Такие ошибки не прощаются. Магнитогорцы сравняли счет до сирены, а затем и победили в овертайме. Харужевы, конечно, в стойкости. Но такие ситуации многих выбивают из колеи. На третьем месте большие изменения в Сахаренских Акулах. Напомним, что в этом клубе уже сменился главный тренер. Вместо Виталия Соловьева пришел Сергей Бажухин. Каких-то уж серьезных изменений не произошло. Да, команда обыграла крылья Советов дома. Добилась успеха во встрече со Sky Junior. Очков уже набрано больше, чем при прежнем тренере. Но не настолько, чтобы всерьез претендовать на место в плей-ин. И в клубе посчитали, что сезон закончен. Начали приглашать местных игроков из юниорской лиги и отказываться от более опытных ребят. Попрощались с Фисенко, Романовым, Романченко. Разошлись дороги с Крамаренко. В принципе, этого стоило ждать. Только вот никакого результата пока все равно нет. У команды действующая серия из пяти поражений. Лишь в матче с московским «Динамо» удалось набрать один балл. На втором месте замена в тренерском штабе Запада на Кубок Вызова. Как вы помните, там образовалась дыра. Главным был Юрий Наваренко из Академии Михайлова. Но он отправлен в отставку. Менять его на нового тренера тульской команды Вячеслава Уваева было не совсем правильно. В МХЛ долго размышляли, как поступить. И приняли такое решение. Теперь главным тренером в конференции становится Егор Башкатов из «Алмаза». В принципе, это все закономерно. Настоятельно рекомендую смотреть матчи Челеповецкого клуба, если вы хотите получить удовольствие от игры. Редкая встреча проходит плохо. А вот помощником Башкатова выбрали Олега Таубера из Лока. Формально не придерешься. Лига золотого дивизиона Запада должен быть представлена на Кубке Вызова. Но на деле все ждали, что в лиге отметят работу Николая Лемтюгова, который сенсационно лидирует в серебряном дивизионе, да еще с небольшим отрывом от преследователей. Но менять Андрея Михайлева из «Динамошинника» не было никаких оснований. А его выбрали раньше. Но вдруг еще что-то изменится до 2 декабря. И на первом месте изменения в тренерском штабе «Ирбиса». Об этом говорили уже в конце прошлой недели, но официально сообщили лишь в начале этой. Вячеслав Касаткин переводится на должность помощника, а клуб возглавил Максим Овчинников. Руководство оказалось недовольно тем, что талантливая казанская молодежь показывала весьма закрытых хоккей, и весь потенциал игроков не использовался. С этим можно было согласиться. И дело совсем не в результатах. Да, казанцы лишь в зоне плей-инт, но не это главное. Проблема в том, что «Ирбис» действовал на льду очень скучно. Бегут, толкаются, вбрасывают и борются. И это при том, что в составе много по-настоящему техничных хоккеистов. Новый тренер пообещал изменить хоккей, но быстро это сделать не получилось, да и с первым соперником не повезло. Команда из Татарстана проиграла два матча «Мамонтом Югры», причем в прежнем стиле. Впереди встреча с рысями и кузнецкими медведями. Посмотрим, что будет делать новый специалист. А еще у «Авто» три победы подряд, и команда уже не на злополучном девятом месте, а переместилась в восьмерку. Впрочем, борьба там не закончена. В этой программе не будет Николая Лемтюгова. Я уже все про него сказал. Зато поговорим о ребятах, которые пробиваются в КХЛ, несмотря на возраст. Тимур Муханов неожиданно стал основным в «Северстале». Ты спускался в МХЛ, несколько матчей провел там. Что это было? Ну, на два матча в начале сезона с СК, в 19-46 спускался. Ну, первые выиграли, вторые проиграли. Ну, своей игрой не очень доволен, на самом деле. Серьезно? Ну, как бы все равно. Ну, когда с первой команды спускают, там, ну, больше рассчитывают тренерский штаб. Ну, как бы сыграл, как сыграл. Ты не испугался тогда, что тебя отправили в МХЛ, и там ты застрянешь? Да нет, Андрей Леонидович просто постоянно разговаривает. Ну, объяснил, что вот, чтобы не терять игровой турнир, я все равно сезон начинал 13-м нападающим. И игрового времени было мало. Поэтому, ну, объяснил, чтобы не терять игровой тонус, он отправил меня на две игры. Ты уже имел опыт взрослого хоккея, там, вышки выступал регулярно. Насколько тебе сейчас тяжело или, наоборот, легче адаптироваться? Ну, на самом деле, намного легче, потому что прошлый тренерский штаб, который был в Омских Крыльях, тоже мне очень сильно помог. И уже готовили меня к взрослому хоккею. Да, я думаю, сейчас, я думаю, намного легче этот переход мне покоится. А Кирилл Свящев дебютировал за торпеда. Когда, за сколько времени тебе сказали, что будешь играть сегодня? Ну, последнюю игру с памятами сыграли, сказали, на выезд еду. И все. Тут уже, как скажу, так выйду. Узнал как раз вчера вечером. Расписание скидывали все с основной команды, что раскатку начинаю. В чат тебя добавили команду? Да. А трясло немножко, хочешь ли мне? Ну, не сказал бы. Было такое спокойствие, как бы, коллектив очень сильно поддерживает, гонит это вперед, поэтому достаточно спокойно перенес. Известно, что, ну, холодным очень тяжело входить в игру, особенно в концовке третьего периода. Как пытался согреться? Не знаю, сильно ли здесь холодно? Ну, в перерывах велик крутил, чтобы тонус держать. Так приседал немного, ну, на лавочке. Все, в принципе, вот так вот тонус держал. Вспомни эту минуту 47. Что было в первой смене? В первой смене был такой момент забавный, в оборону возвращался. на пятаке игрок был. Я как ранее играю, то есть я захожу в зону, догоняюсь, и я вроде должен ехать на пятак, вроде и со своим защитником. В общем, разобраться не смог с этого момента. Шайба идет на пятак, мимо игрока, конечно, а я там немножко равновесие потерял, упал. А так, в атаке немного поиграл. Момент был опасный во второй смене. Могут, игрок был. За столько времени все равно тяжело понять уровень КХЛ. Какие у тебя впечатления останутся? Просто счастье? Очень положительные, в первую очередь. А еще летом я ездил тоже на товарищеские матчи с командами в высшей лиге. Но с командами континентальной лиги очень достаточно интересно играть, особенно в торпедо. Стиль игры очень интересный, приносит удовольствие. Так что эмоции только положительные. как думаешь, вот это сейчас разовая акция была и снова молодежку или дадут побольше хотя бы минут 7? Это все зависит от тренерского штаба в первую очередь. Но любой вариант восприму как хорошо. То есть дебют уже есть. Это была одна из целей моих на сезон. Поэтому стараемся, развиваемся, продолжаем. Как скажут, так и будет. Как там Дима Федоров поживает? Отлично. Комментирует все? Очень разговаривают много с игроками. Это очень помогает, мне кажется, психологически. А что, что забивать стали меньше? Гораздо. Кто? Забивать стали меньше? Вот это ты говорил. Дело временное. Но не у всех дела складываются настолько хорошо. Семен Синяткин из СКА больше сидит на скамейке запасных, чем играет. Но при этом он не теряет оптимизм. Каково это играть в клубе, молодому хоккеисту, в клубе, где ставят серьезные задачи и, наверное, мало игрового времени. Да, мы знаем, что мало игрового времени. Ну да, это большой опыт в первую очередь. Равняешься на старших. Там постоянная работа над молодыми игроками. Но я считаю, в первую очередь, это большой опыт, прогресс. Ты давай не волнуйся и нам что-нибудь веселое расскажи. Кто там, с кем ты больше контактируешь с ровесниками, кто там ближе к молодежи, Грицу или со старшаками? слушайте, со всеми на самом деле шутим, общаемся, хороший коллектив, все здорово принимают, там, подсказывают. Так что все отлично. А то, что ты играешь мало, наверное, очень сказывается на твоей форме? Я в хорошей форме нахожусь. А вот как к хоккеисту молодому вот примириться с тем, что там ты 3 минуты выходишь, там, можешь минуту, можешь 6, и вот ты же холодный постоянно. Ты должен быть к этому готов, через это каждый должен пройти, воспитать как бы характер, терпение, ну и, конечно, больше работы на тренировках, у меня дополнительные тренировки постоянно, поэтому... То есть это компенсируется, да? Да, у меня постоянно дополнительные тренировки, так что я оформлю. Ну, а обидно бывает, что могли бы побольше играть? Слушайте, надо сначала себя показать, надо заслужить в первую очередь, потом уже показывать результат. оно, насколько тобой там, я не знаю, можешь подшучивать над твоим временем или там помогают и там подбадривают в команде? Слушайте, никто не шутит, наоборот, подбадривают, говорят, жди свой шанс, пользуйся. И я уже говорил, еще раз повторюсь, постоянно тренировки, постоянно там что-то тренируем, там выходим дополнительно, так что нормально все. Как так получилось, что ты один матч сыграл в молодежке в этом году и очков не набрал? Слушайте, я там в ноль вышел, забил, игрок сзади взял, удалился, не засчитали. Ну, тебе вообще просто молодых иногда отправляют в молодежку, но очень часто в «Локомотиве», он бут играл совсем недавно, а после игры он за первую. Тебя никак не отпускают просто туда? Слушайте, пока держат здесь, так что я рад о том, мне здесь нравится. Ну, там бы хоть поиграла и там уверенность, очки набрала. В свободное время, когда у нас игр нет, то меня могут спустить в принципе поиграть. Да, главное верить. Я прощаюсь с вами, хоккеистам пожелаю преодолеть этот тяжелый путь и запоминайте тренерские установки, это пригодится. До свидания. Я вот со стороны, все со стороны думают, что в Северстале установка такая, вот вам шайба, делайте что хотите. Насколько это верно? Да нет, ну, на самом деле это вообще не так, у нас есть тоже правила свои. Например, ну, хоть одна. не могу сказать. Вот именно, потому что их нету. Да есть. Какие? Что в своей зоне? Ну, в зоне обороны есть свои правила. Например? Я в России могу сказать. У вас казалось, что у них нету никаких правил. Есть. Бицу не есть, что ли, в своей зоне? Нет. Или с телефоном не заходить в свою зону? Нет. Ну, на самом деле действительно правила есть. А ты их не знаешь? Какого-то мы придерживаемся. Нет, я против вас. Чем вы придерживаетесь? Вы игру-то свои видели, у вас не смотрятся, что ли? ты игру-то видел? Да. Пиу-пиу. Какие здесь правила? какие? Нету. Тебе такое нравится, да? Ну, на самом деле мне нравится. мальчик. Субтитры